Имя не обсуждается, оно даётся с помощью святых людей. Имя должно быть дано в честь какого-то святого и соответствовать астрологически тем параметрам, тому дню, в котором он родился. Потому что, смотрите, святой человек, когда родился в этот день, и ребёнок в этот день родился, у него будет похожий характер. Но если ребёнок получает имя святого, означает, он связывается с этим святым, который похож на него. Это как ангел-хранитель для него становится. Это очень благоприятно носить такое имя. Имя ребёнка не из сентиментов даётся, оно даётся из знания. Но должно быть в той духовной традиции, которая находится в соответствии с святому, который близок этому ребёнку по его духу. Скажите, пожалуйста, как подходить к вопросу зачатия женщин, у которых были аборты? Всё то же самое, что говорили, есть какие-то два вопроса. Два вопроса. Первые дни зачатия, и второе, что должна делать женщина, у которой были аборты? Очиститься сначала, очистить своё существование с помощью покаяния. Первые 7 дней жизни ребёнка определяют всю его судьбу. Можно даже о судьбе знать первые 7 дней жизни, 10 дней. Считается, что продолжительность жизни человека — 108 лет. Ну, средняя орбита жизни человека. И первые 10 дней жизни определяют каждый день часть его жизни. Можно разделить 10 дней и разделить каждый день по часам, и следить за ребёнком, что происходит. Когда ему плохо стало в этот день, значит, в этот промежуток жизни у него будут трудности. Можно всю жизнь ребёнка знать за 10 первых дней его. Если вы будете все 10 дней в молитве проводить, значит, этот ребёнок будет иметь всю жизнь удачу. Это связь с Богом. Первые 10 дней жизни — самое главное для ребёнка. Их надо провести в молитве. Этого ребёнка никому не надо показывать в это время. Он должен находиться в атмосфере любви, чистоты. Ну, конечно, всё равно лучше рожать в его доме. Меня не убедите. Я почему так говорю? Потому что я принимал роды у своей жены. Роды происходили в воде. Всё как положено. Больше врагу не пожелаю, как бы, таких родов. Потому что в какой-то момент я понял, что я беспомощен. Что, может, я чувствовал, что может произойти непоправимое. Я даже плакал в это время. Но всё обошлось. Страшная была ситуация для меня. Как врача, как человека близкого я был в серьёзнейшей ситуации. Я взял на себя слишком много. Но всё обошлось. Детские прививки можно делать. Результат очень слабый. Иногда бывают убилы. У меня есть два случая, когда мой родственник сделал прививку и получил эпилепсию. Вот в моём возрасте уже был глубоко слабоумным человеком. Второй ребёнок сделал прививку и немедленно смерть наступила. Мои знакомые, я вам говорю. В те случаи, когда я знаю. То, что я не знаю, тысячи таких случаев. Но, понимаете, все инфекции модифицируются в течение одного года. Так говорят инфекционисты. Все любые инфекции. Какие бы они ни были, за год они полностью модифицируются. И это означает, что это уже новая инфекция. Ты от той старой прививку сделал, но она уже никогда не повторится. Понимаете? Её уже никогда не будет. Будет другая. Поэтому я вам советую защищать другими способами своих детей от болезней. Если хотите, я вам расскажу эти способы. Первый способ. Пребывание даже в сорванном виде хвойного дерева в комнате, где находится ребёнок, лишает его вирусных инфекций. Свежие ветки сосны и ёлки дома, в комнате, где ребёнок. Там гриппа ОРЗ, ОРВИ не будет. Это гарантия. Или если он получил где-то в другом месте, то когда он придёт в эту комнату, он сразу начнёт вылечиваться. Эфирные масла могут принавлечься вред. Это очень мощное воздействие на организм. Некоторые думают, что каждый день дома должны обязательно эфирные масла испаряться. Знайте, что эфирные масла — это мощнейшее воздействие на организм. Вы даже не представляете, какой силы гормональное воздействие вы оказываете на него. Эфирные масла дают гормональное влияние на организм. И лечение эфирными маслами может убрать бесплодие. Но это делать должен профессионал высокого класса. Не просто человек, знакомый с эфирными маслами, который много-много, десятки лет работает с ними и всё понимает. Это очень редкий случай. Я таких профессионалов не знаю. Я когда-то изучал, может быть, я к этому вернусь и буду это делать. Но пока мне не до этого. Я разрабатываю пока другие методы. Это очень эффективный, сильный метод. Нельзя эфирные масла постоянно дома испарять. Но есть несколько растений, которые всегда благоприятно в доме испарять. Это мята, роза, сандала, шафран. Допомнили? Эти растения никогда не повредят. Что? Благовония? Есть разные благовония. Есть горькие благовония, которые дают едкий запах. Они не всегда для блага. Они часто для ритуалов каких-то предназначены, духов изгонять. Благоприятные для здоровья только те благовония, которые из священных растений. Опять же, те же самые. Мята, сандалы, шафрана, роза. Вот эти вот растения. Всё остальное можете не перечислять. Может помочь, может навредить. Это всё индивидуально. А если с ладаном, благовония с ладаном? Ладан, да, супер. Ладан, кустарник, да, вот этот вот? Или искусственный ладан? Нет, наверное, не искусственный. Смола может быть искусственная. Чаще всего искусственная. Есть веточки вот такие, не видели никогда ладана, кустарник ладан есть такой. Зажигаешь веточку, и от неё такой аромат, что вот просто счастье необыкновенное становится. Священное растение ладан встречается очень редко сейчас, его почти нет. А церковный ладан? Ну, это чаще всего искусственный. Но речь ведь не идёт о том, искусственный или нет. Если это освящено священником, то это очень благоприятно. Понимаете? Очень благоприятно. Может, в светильнике, допустим, использоваться просто масло, вот это как его, из нефти? А? Нет, нет. Там какое-то масло, я не знаю. Используют часто в церквях. Это тоже благоприятно. Всё благоприятно, что связано с храмом. Потому что туда входит Бог, энергия Бога входит, понимаете?